Приветствую, друзья! В последнем ролике мы полюбовались, как патриарх всей Руси поздравлял солдат на открытии Храма Вооруженных Сил Российской Федерации 22 июня с знаменательным, особенно праздничным днём. А сегодня я вам покажу ролик, который возмутит вас не меньше. 22 июня отдельное отребье в Германии, здесь в Германии очень много русскоговорящих людей, праздновало начало войны на улицах Берлина. Вот приблизительно в 5 часов, ну как они там посчитали, началась военная интервенция фашистской Германии на территорию тогдашнего Советского Союза. Вот в это время это отребье собрались и с криками, улюлюканьями и гиканьем, завёрнутые в российские флаги и находясь, судя по всему, около какого-то памятника вечному огню, они решили поприветствовать, так сказать, местное население. Это я к тому, что меня неоднократно спрашивали, как ведут себя они для русских в Германии. Вот всё более и более вызывающе. Родилось поколение молодых, совершенно отшибленных на всю голову, тех, кого вывезли маленькими из России, и родители которых не смогли здесь интегрироваться. Я сам знаю несколько таких семей, у них с утра до вечера работает российское телевидение, стоят сателлитные антенны, они не смотрят, естественно, ничего немецкого, и живя здесь, получая хорошую зарплату, отлично устроившись, многие купили или построили дома, тем не менее мозгами они остаются там и воспринимают всё то, что показывают по российскому телевидению за чистую монету, восхищаются, любят, обожают Владимира Путина. Некоторые, выходя на улицы в различных городах Германии, даже кричат «Путин, приходи, наведи здесь порядок, старуха Меркель надоела». Таких идиотов здесь полным-полно. И вот следующее поколение, то есть те, которые вообще не помнят, как было в России, и понятия не имеют, как там есть, многие из них даже читать по-русски не умеют, только владеют разговорной речью, вот они, наслушавшись всего этого российского патриотизма, показывают, так сказать, свои шоколадные стороны. Ну, для меня, человека, который осознанно уехал в начале 90-х, а я ещё и родился в Советском Союзе, мне долго рассказывать не надо, как там было, кроме прочего, я три года занимаюсь политическим блогом и знаю, как в этой стране, поэтому как я, конечно, могу к этому относиться? Отвратительно, возмутительно, слушая вот этот гимн «Россия» в хорошей немецкой машине, именно немецкого производства, обратите внимание, конечно, хочется сказать этим обдолбанам, собрали бы вы по-хорошему свои вещички, вот все эти российские флаги, и упиздавали бы вы благополучно туда, где находится сердце ваше. Вот я посмотрел бы, как, прожив полгодика или год, они начали там включать этот российский гимн. К сожалению, подобную картину можно наблюдать во многих странах. Ну, например, в Соединённых Штатах именно русскоговорящие люди больше всего поддерживают Трампа. Трамп – это человек, который разрушает Америку. Он разрушает основополагающие столпы, на которых строилось это общество. И настоящие американцы Трампа не поддерживают, а вот русские фактически все. Точно так же здесь, в Германии, вот это ошалелое, отбитое поколение русаков, их так здесь и называют, поддерживает в основном партии правые или праворадикальные. Например, в Германии это новая партия АФД. Вообще им ничего здесь не нравится или почти ничего, ну, кроме хорошей зарплаты, отсутствия криминалитета, хорошей медицины, это всё нравится. Но в целом немцы как-то мешают им в Германии. Им хотелось бы, конечно, чтобы Германию населяли русские. И вот тогда бы был бы порядок, и всё было бы ладушки. Вот с такой болячкой в голове проживает здесь очень много людей. Я уверен, не все, конечно, из пяти миллионов. Есть и такие, как я, кто с отвращением смотрит на всё это. Но, тем не менее, познакомьтесь вот с этим русско-немецким быдлом в Германии. Русско-немецким быдлом в Германии. Граунд! 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 Субтитры подогнал «Симон» Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Продолжение следует...